Боязливость Американствующие, вере, все же они слабы, не умея охватывать всех возможностей мировоззрения этих антиридентов, уже присоединяются туда, не чувствуя силу. Так что же представляет собой решительность? Решительность — это индивидуальное качество воли человека, связанное со способностью и умением самостоятельно и своевременно принимать ответственные решения и уполно реализовывать их в реальной деятельности. У решительного человека начавшийся программатив завершается принятием и исполнением решения. Проявление решительности — это не всегда мгновенное, но всегда своевременное решение, принятое и сознанием дела, и с учетом конкретных обстоятельств. Решительность открывает путь к возможностям, помогает достигать цели, дарит способность к успеху. Решительность обеспечивает неизвежность результатов. И, как утверждают психологи, достичь и счетливости может каждый, необходимо только работать над собой, в умении преодолевать трудности, проявлять уполство и настойчиво, на пути к цели развивать волевые характеристики и уверенность в себе. Для меня примером для повышительности и смелости отлаги в удмурско-культуре и литературе является Кузьма Павловичанин из Балькин. Сначала я рассматриваю само понятие, а затем, как это понятие отражается в его стихотворении. Существительный дештон, образованный обладой дештены — отважиться, осмелиться, лишиться. В деморском русских словах дают следующее толкование. Дештон, дештем — отважность, смелость, лишительность. Кроме того, на это основы обладают еще несколько существ. Дештон, лип — смелость, отважность, бесстрашие, лишительность. И даже новое слово дештон, дештон, оскалтон — лист. Итак, первое значение в определении понятия дештон — отвага, то есть храпость, смелость, бесстрашие. Как пишет Колеса, известный русский юрист, это слово было заимствовано использованием отвага. И здесь явно виден корень славянский «ваг», «вага» — это стяжек, отсюда вислить даже рычаг. Оно обозначало расчетную храпость. Таким образом, отвага — это заранее взвешенность и перериска, на какую можно пойти, выступая в делу. Это то же, что и смелость, но только неспойственным русскому иноземному обличию. Смело решается доверение духа, отважно и холодно рассчитывает все возможности. Итак, отвага — это простой расчет, но и на это нужно решиться. В демпутском языке дештон — это тоже взвешенный, просчитанный шаг, которого часто не хватает. И взывал как раз взывал к своему нагрузку, не боятся выживанные действия, но и своих самопатителей. В свою очередь, расчет может дать и отрицательный результат. У смелого и отважного — это из негативных характеристик, не смелый, не отважный. А в русском языке — это шкаф, дештый, дештый. Существительное бесстрашие образно предлагает бесстрашный, не знающий страх, отважный и смелый. Как видим, здесь понятие речтой напрямую связано с концептом кышхам. Страх, боязнь. В русском языке — это шкаф, дештый, 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 дештый. Отрицательное свойство понимается как положительное качество, и поэтому бесстрашный, тушь, дештый, 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 дештый. Здесь следует обратить внимание на лексему робки, которая образована от слов роб, то есть раб, или от рода ребенок. То есть поведение робка у человека похоже на поведение раба и ребенка. И как близко от него до болезни. И в одном из стихотворений гетто есть такой пример. Нейкудилану допил тушмом по суху, птичком. Отмечают такие признаки робости, как частые медальные глаз и слабо дрожащий голос. И робост здесь очень близко понять застенчивость. Второе значение – смелость от смелой, то есть не поддающейся чувству страны, не боящейся опасности и храмов. Данное слово образовано от копы Смити. Значение дан этого копы Талтур по-разному. То, как стремительное движение, то, как сблияние гнева, то, как бросок задавал, то, как продуманное измеренное действие, заранее решённое. Последнее, несмотря на сомнения этимологов, вероятнее всего, потому что не требуется ложных этимологических его впечатлений, как права не помнит. Чтобы посметь, нужно решиться. Но решить то, что после того, как 7 раз отмерить. Человек, оплачивающий данным качеством, здесь смелый, отважный, бесстрашный. Но слишком смелый человек тоже не всегда оценивался положительно. Потому что у него деньги выходило за рамки дозволенного общества действий. Он решал сам, что ему делать. Третье значение – решительность. По определению психолого-филологического словаря представляет способность человека самостоятельно принимать ответственные решения и неуклонно стремиться осуществить их. Смелость, отсутствие робости, колебания, стремление, продвигаться к цели, несмотря на претратствие. И осложнение – идеонализм, продвигаться к цели, несмотря на претратствие. Извините, идеонализм. Возможное проявление, как пишут составительные словаря, после вертикальной маршины наук, была типичная реакция, положительное вплоть до восхищения, неудовольство и сопротивление со стороны ответа решительности. Можно сравнить со словами самоуверенность, осторожность, колебания. Решительность идет о чувстве уверенности, например, в своем плавоте и о высокой самооценке личности. В словаре симонимов Кельмакова приводится следующее, как всем. «Кимпурны и импурны». И третье. Как данное понятие отражается и в стихотворениях Кельмакова. В одной из своих статей наградили великие властно-раслые позиции, подруга Петра Павловна. «Удмуркнузия в Удмуркнузия в Удмуркнузия в Удмуркнузия, латин-самос фанатик из его, и тот же самого специально». Лучше фанатизм. В документе фанатики чуть спущу помыщий, медиару, тут тренува. Один из них был как раз Безиклайгер, который, призывав свой навык стать, проснулся избавиться от своих прекрасностей и нерешительностей, которые мешают полноценной жизни. «Эквонен калуке», «Умеда кужинтелью красатур сутут», «Умеда швыбит» и «Асасер патор». После очередного света Удмурта, в прошедшем конце прошлого года, в газете «Удмурт и нет», появилась одна душевиздирающая статья Ваймутсина. «Аш мой, soy такой левый длищком, тут дыш разрешу кумы н Protocolу дам сетануиском, Castlegайгер асфавактаза и кэня церканала язищещи – угутас имена сода на куски мхиласы». И царя – это apoyo. «Чал чал аш мой, шпо самул вишком жишком, длищком жишком, имейти архея – че гречей ну длищком? Тракин некураск нуху длищком, собрана, морьеск астиричны длищком. Забаво за кучесарт мне идеаку длищком. Там она будет искать свою тушность, как ламена, уменьшить свою тушность военную. Идет гепош, сапош тушком, солдат и порт. Ниль подгиламы тушком, сокосы порт. Чет барсы, как бы уныра тушком, ужаску ледырянам, жлешке тушком, но тем не желез, ащвознув дьоз. И стоим, и кыса, выжаска мастышнув дьоз. Моу асмы, как кунь вата сайжу кумы, аз дышата ащвоза реке зератану. Но, обратите внимание, на один факт сайфорини монархи речи, в кем говорили о другом воспитании, которое дала ему мать. А по воспоминаниям гостя муков, живых мать в теплая татарская творца, и не только внешне, но и другим характером. Боэту наследовала дьоз. И вот в этой сайфорини он пишет, «Четчу кужье слы, солны, камни для джекле, и шкачу ламме и ламате, вы кужинку тете, прияте». Часто сочувствием с утверком, Герри говорили о некоторых чертах и кубичках кумынского народа, которые не вырабатывались в ходе сходной жизни. Его печальни и возмущали нервность, пассивность, и желание проснувшись, ткнувся и открыть глаза. У Герри были неавестны по полности, неумение постоять из себя, защитить свое человеческое национальное достоинство. Иногда в своих уплёбках он был категоричен и беспощаден. «Чок, метку, божь, маза, выгнуто стоящий, чем за саджи точь». «Мон же один, и вещество состоя, как са». «Мон, ващество не будет, если же мы что-то, то еще по-деке смыла с кумынештым параме. У Лэнкадь ищу народу. Разбудить свой народ, разбудить, отмени на береговую спячку, вылезти из них на светлую дорогу». И еще шкод, «Олакин-то радует то, что саджи, что жма шкод, очипствует, он кошма». «Синтышала очипа, в 2000 году зло, Мухтумаловский шкод, суды, джудское». И вот каждое стихотворение – это призыв народу, своему народу. И желание, чтобы у него было больше смелости и решительности оборудоваться за свою жизнь. «По словам дремянника Герда, он смелый и даже отважен, и мылит, и мылит, и мылит, и мылит человеком. И не милился с общественными людьми, и мылит. Инвестарно оборудоваться заew. И давай, мылит, и вывerd. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал!